привет дорогой мой друг ну что непривычно видеть такой формат услуг в шиномонтажном бизнесе а вот он есть и сегодня мы про него расскажем обязательно досмотреть выпуск до конца потому что помимо ответов на твои вопросы да да именно на твои вопросы и большого количества полезной информации мы сделаем для тебя очень крутой розыгрыш я уже вижу что тебе понравилось поэтому давай не отключайся подписка на канал колокольчик это новый выпуск шиномонтаж мерсер погнали друзья мы уже знакомы но те кто не знакомы знакомьтесь это евгений это кристина дороги наш выпуск про автомойку набрал уже больше 11000 просмотров поэтому мы решили для вас сделать еще один выпуск еще немного пользы перед новым годом и сегодня мы поговорим с вами про шиномонтаж это ниша интересно особенно в сезон и у меня сразу вопрос который интересует вообще всех людей в этом мире на этой планете в нашей стране в россии реально ли окупить шиномонтажное оборудование за сезон да конечно два станка спокойно да конечно два станка помещение ну так-то да реально разве всем сейчас развеяли миф о том что реально можно купить шиномонтажное оборудование за один сезон все ведь от масштаба зависит то есть какая-то шиномонтажка если ты просто на перебортовку балансировку то да а если у тебя какой-то широкоугольный формат даши на монтаже там правка дисков там варка шмарка там и все вот это то нет потому что это все космос тоже денег стоит вот так имейте ввиду расскажите вкратце с чего начинается шиномонтажный бизнес начинается он с покупки оборудования с найму людей ну и собственно с помещения помещение может быть так вагончик да какой-нибудь так и собственно как у нас все угодят дальше нужны ли какие-то деньги на начальном этапе на маркетинге рекламу сезон и вне сезона по-любому нужны до ссылку ватсапе хотя бы по всем своим контактам что я либо сам листовки какие-то под эти поддворники это минимальный бюджет еще нужно но можно же и без денег окей так самому напечатать дома нужно вы стану с друзьями пожалуйста поделитесь моей статьей либо сделать там еще что-то без денег можно продвинуться минимальная вот набор инструментов которые можно сделать ну и надо место то хоть было такое что где-то на виду что просто тратик был автомобиль и все равно если быстро черта на куличках то соответственно можете поедут но очень мало те кто будет знать что это за кулички но соответственно цена там будет наверное ниже что как ты привлечь чушь клиенты в общем шиномонтажный бизнес начинается с оборудования с персонала с небольших маркетинговых исследований там инструментов каких-то и покупки расходных материалов совершенно не такого проще для вас почему вы выбрали не колхозный формат ведения бизнеса я смотрю у вас здесь есть и администратор и дискотная программа и упаковка и все то у вас есть и постоянная реклама везде почему вот такой формат не как все его представляют что где-то какой-то дядя коля который перебортовывая диски где-то кстати на окраине там вроде недорого и вроде нормально почему такой формат у вас интересный вопрос а ты на него задавайте но нет если честно бы если есть возможность почему бы и нет вот когда начинаешь зарабатывать первые деньги и понимаешь что лучше всего конечно же вложить в маркетинг рекламу чтобы создать имидж повысить доверие клиентов быть всегда на виду я тебе всегда будут помнить вот и все то есть имя мэрсер в нашем городе уже имеет свой определенный имидж и статус ради всего это и делай совершенно в дырочку то есть прямо для увеличения спроса и повышение доверия и повышение статуса и повышение среднего чека наверное все равно ведь наверно подороже чем не правда у нас но 100 рублей может да это нет я вот например знаешь что листа прокатчиков в гаражах между прочим дороже чем у нас которые налоги не платить до но имеется сами на себя где то что то там дело то есть цена даже может и не влиять да конечно просто если есть такая возможность нужно делать да конечно чтобы было и администратор и чай и кайфовое светло расскажите пожалуйста из чего состоит основной набор инструментов и оборудование для одного шиномонтажника значит что это станок разбортовочный станок балансировочный собственно но и расходники всякие груза время вставки всякие давно экспресс жгуты не жгут и короче вот такое станок можно купить попроще этот дорогой станок с третьей рукой это для низкого профиля но если вам принято 20 колеса вы не сможете не разбортовать и забортовать то есть вот это вообще необходимая штука да чтобы не повредить как не резину так и диски римакс стоимость где-то его 150 тысяч но там мы покупали ты когда три года назад часто конечно дороже сейчас уже такой станок будет стоить есть но бог знает мы не знаем чтобы там людей внизу не вводить заблуждение года на так то вообще подъемную тогда у меня еще общий вопрос сколько стоит весь набор ваш оборудование именно шиномонтажный именно шиномонтажного вместе со всеми расходниками если вот полностью его упакован ну давай посчитаем давай два домкрата они тоже стоили по 15000 на торе час 25 я увидел вот итальянский можно купить китайские они стоят по 12 до 50 вот станок шиномонтажный 150 разбортовочный балансировочный у нас там тоже хитрый станок нигде линеечка это все электронные замеры делать то есть точно очень тоже примерно 150 тысяч рублей плюс на сезон купить грузов мелочевка вся такая 1670 это прямо чтобы чтобы она будет если что для мелкого ремонта сразу же ну вот где-то жгутик поставить и где-то там маленькую заплаточку приварить то есть важно ворк оборудование 400 тысяч 400 плюс до 450 я так понимаю это минимальный набор скажите у вас что-то еще есть допом так ну конечно месяц сезоне тоже ведь надо чем-то зарабатывать то есть когда всех переобуешь мы приняли решение что нужно купить станок для правки дисков сколько он стоит 350 тысяч это для того чтобы можно было в ней сезон еще зарабатывать да собственно ну и для ремонта резины и дисков тоже а еще также у нас есть вулкан вулкан майка для колес да она тоже это пять лет назад она тоже 300 350 подожди а помимо 400 тысяч еще 350 тысяч правка колес еще 300 тысяч 350 итого уже больше миллиона да еще нужно посчитать что у нас в том комплексе да там точно такой же набор станков то есть у нас их просто два да у вас есть один в одной локации другой в другой локации да продублировано работают да сезон хорошо работают да записываем машины каждые полчаса и работаем отлично подскажите такой совет для начинающих предпринимателей как шиномонтажка должна зарабатывать вне сезона ну дополнительными услугами вот какими и что для этого потребуется чтобы можно было зарабатывать не только осень и весна а круглый год хранение резины у вас есть шинный отель до сына отель есть он нужен на старт но если есть помещение надо этим воспользоваться шином отелей какие-то определенные технологии хранения шин условия должны быть ну блин точно это должно быть под охраной должна быть определенная стабильная температура и правильное хранение резин укладку до укладка либо из на дисках она либо просто резина для этого есть какие-то стены специально можно свалить раму шины отель помогает вам для того чтобы в сезон у вас было больше клиентов конечно нас так привязывают же клиента то есть это важно на старте иметь шины ну что нет или осень нет или не обязательно может ли надо нету катализаторов у нас не бывает рабочий рабочий процесс рабочий процесс ребята стоит ли нужно ли открывать шинный отель на старте или нет но если какая-то ограниченная сумма денег то конечно нет это большая ответственность вот что я вам хочу заканетелиться же надо за все потому что там диски хранятся которые сотни тысяч стоит и если не дай бог кто-то там упрет или это сгорит это невероятно от тренчроверов от всяких там поршей кайенов маканах реально люди оставляют чтобы они где-то в гаражах и дома ну что тут сколько это стоит от тысячи до тысячи но маленькие колеса дешевая тысячи семьсот за полгода но это мы сейчас подняли вода на стартом человек к вам приезжает еще и перебортовать еще платить деньги это удобно ребята если есть помещение мне кажется надо делать камеры поставил и удовлетворительное оборудование удобно то чем тем что допустим тебе не надо возёкаться туда поехал там забрал и туда появилась потом опять эти колеса куда-то на балкон потащил или чаще всего люди хранят если негде у каких-то друзей знакомых у которых просят постоянно да вот здесь выплатил две тысячи рублей порез ну давайте почему это мы все в одну терраска это это прошли на так как заработать не в сезон а еще какие еще есть какие варианты правка дисков ремонт шин собственно все там еще можно заработать но так-то можно сделать вы из машиномонтаж если честно эта тема вот если у вас есть можно бушку продавать покрышки покрышки до я часто тоже бывает я тоже покупал потому что у меня там порвался покрышка он говорит если нас такая же оставили вот купи там не за пищи но это кто оставляет старую там как доказать туда то есть вариант шины отель вариант правка дисков продажи был продажи был резины и вариант ремонт резины соответственно да и вы изношенный монтаж можно сделать если есть возможность если есть возможность какой-то купить автомобиль да я думаю да я думаю что просто напросто те кто сам захочет открытие на монтажку изначально планируете сам не работать на начальном этапе и если есть газелька туда все погрузил бах поехал кого-то спас такое часто бывает что нам клиенту мы так делали мы не всегда можем на постоянным клиентам когда можем тебя выручаем вдруг где-то колесо сдуло все мы приедем все сделаем колесо заберем починим обратно привезем на карате вот так все понятно еще есть интересный вопрос который тоже всех интересует как предпринимателей так и простых людей сколько реально может заработать шиномонтажник в сезон сам шиномонтажник какие условия работы и сколько он реально может заработать 70 и выше в месяц но у нас во всяком случае какое от чего зависит зарплата шиномонтажник просто процент от сделаны выполнены мои проходимость автомобилей суно она понятно то есть до 70 тысяч рублей в месяц реально может сделать почему-то это не предел это еще два через два даже если он работал каждый день да но он работает по сменам два через два потому что работать с но это в осенний сезон весенний сезон там растянутый получился но человек заморочится он может реально пару месяцев поработать и уже через пару месяцев купить свое оборудование и начать работать самому да что ты говоришь предпринимательство в россии дай бог пять процентов населения в основном люди знают что такая культура есть пришел и они очень часто берут отпуска приходят подрабатывают на что-то себе зарабатывают такое да есть все понятно хотел еще у вас спросить для шиномонтажного бизнеса какое значение имеет локация самое непосредственное нужно отдельно заморачиваться за место как его правильно подобрать или про и поискать я думаю но вот смотрите все надо заталкиваться от того что может случиться своим клиентам и почему он должен приехать тебе вот даже мы имея свыше на монтажке да если что-то у нас происходит куда мы им то что рядом но вот это один из ситуации одна ситуация когда вообще просто приближенность того места если ты в каком-то хорошем районе где много жителей там торговый центр или еще что то значит к тебе сто процентов ремонтировать ты всегда будешь на виду и а теперь вспомнят допустим в первую очередь это факт вот ну а если пусть это даже будет непроходимое место но что-то такое то есть о том что слух хороший ходит о вас что у вас хорошо делать репутация там уже я думаю поедут уже неважно где вы находитесь к вам поедут вот про локацию спрашивали от реальных людей которые давно уже занимаются этим бизнесом чтобы люди понимали что я пришел не просто начинающим каким-то стартапером что вы уже работаете очень давно скажите на своем уроке сколько вы обслужили клиентов например за последний год по шиномонтажу я думаю что в районе двух тысяч это точно даже чуть больше на уровне двух тысяч клиентов за год то есть машин которых мы перебули весной и летом ой весной и осенью ну и в межсезонье какие-то работы да 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 более двух тысяч машин молодцы ну это все благодаря чему потому что у нас есть серия программа которая что делает все запоминает кто делал когда делал сколько денег про это кстати мы рассказывали автомойки да автомойки что у ребят есть своя crm система которая запоминает всех своих клиентов и под чеком там они уже да и мы даем гарантию две недели после шиномонтажа то есть если не дай бог что это происходит вы можете приехать перебалансировать еще что то то есть исходя из того что не обязательно чек сохранять мы в базе найдем вас когда вы были мы можем отследить этот момент так что мы всегда на английской руке с нашими клиентами круто ну и последний вопрос который у меня остался даже может быть не вопрос а просто совет вот так как вас двое дайте четыре совета для начинающих предпринимателей которые только хотят открыть шиномонтажный бизнес два Женя скажет два Кристина короче берите и делайте не сыпь и по любому попрет а я думала он сейчас скажет бей и забивай ну да это собственно был совет я думаю надо бить и забивать но это как бы по текст первого да 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 ну что вы должны понимать что предпринимательство это огромный риск вы всегда будете в состоянии войны и борьбы что у вас постоянно будут проблемы если вы готовы к этому то обязательно ну делайте просто берите и делайте да надо понимать что будет сложно в любом случае вообще конкретно будет сложно и будут какие то там траблы происходить и надо с этим бороться руки не опускать даже посмотря это видео вы не думаете что тут все так гладко и ровно все равно есть какие то подводные камни с которыми придется столкнуться но все преодолимо бог не посылает нам испытаний которые мы не можем пройти а еще к этому так относится тот кто шевелится тот кто тоже что-то делает обязательно от этого человека что-то получается если знать но не делать толку от этого не будет никакого а если ты сделал пошевелился все будет хорошо есть пословица как потопаешь так полупаешь вот и все вот все будешь обманывать клиентов не будут они тебя любить будешь их к ним открыты чести но все у тебя будет хорошо точно спасибо большое за этот выпуск вам вы большие молодцы я пожелаю вам успехов но все таки давайте по нашей традиции что не подарю что-нибудь для наших подписчиков разыграем что можем я думаю что на монтажку нет смысла на дворе декабрь может быть балансировку колес или там какие то другие условия можно вход развал и балансировку колес подарить вход развал и балансировку колес но это не мало это нет это отлично то есть два победителя все подробности в группе вконтакте мерсер подписывайтесь на их странички в социальных сетях вконтакте инстаграм они его сами ведут еще сайт у нас есть между прочим еще у них есть свой сайт поэтому заходите смотрите и давайте все таки знаете как сделаем в выпуске автомойки у нас была была такая тема что кому интересен этот бизнес вы можете обратиться к Кристине или к Евгению и они вам вышлют чек лист как это правильно называется что нужно для открытия шиномонтажки и просто помогут вам в нашем новом деле у нас уже были люди которые мы отправляли нам даже на мойку звонили после первого выпуска и звонили на мойку я отправляю которые реально люди хотели чтобы мы с ними поделились опытом нам не жалко главное что ну вот и все это это было все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии задавайте вопросы по возможности ответим да и до встречи в новых выпусках пока пока все все